любовь к опаздываниям я успел таки на поезд даже более чем успел я даже успел приехать когда тут очередь ну ничего в очередь мы постоим ничего там страшно не будет а мы в принципе едем в Ярославль мы ютубишь я и вы едем в Ярославль едем в Ярославль чтобы посмотреть на этот город все легко и просто да как-то так едем на поезде Москва-Архангельск главное не просыпать всю установку а то можно оказаться не в Ярославле в Архангельске в очереди не вижу смысла стоять потому что в любом случае все зайдут это все-таки не очередь в метро ну чё друзья вот мы в Ярославле сейчас этот очаровательный длинный поезд до Замейка отправится дальше в Архангельск а мы пойдем изучать город вообще на самом деле в Ярославле весело ну по пути точнее в Ярославль очень весело понимаю что моя рожа не очень-то в кадре-то нужна но по сути в принципе я кое-что хотел рассказать что касается когда вы выезжаете в другой город абсолютно непонятный город где вы еще никогда не были не забывайте что в некоторых местах например как у меня Ярославль не работает вообще теле-2 он просто не пашет он просто не пашет представляете то есть в общем короче мне получается что я меня спасает райсимка мегафонская на которой у меня соответственно нет безлимитного интернета но он как-то более-менее спасает опять же спаслись искориком потому что здесь есть неплохой скидочный магазин типа нашего красного-белого который в Москве только называется он Бристоль ну и в принципе скидок там очень хороший также друзья мои не забываем что когда вы садитесь поезд если у вас нету зарядки с собой любой аэрбанка нужно как минимум хотя бы ну как-то продумывать в случае с моим сидячим вагоном у меня в середине вагона четыре места которые сооснабжены розетками это все а да оффлайн карты тоже очень полезная штука которая всем нужна в принципе можно уже начинать осматривать это не потому что там что-то на фоне есть но смотреть чтобы нечего принц все те же дома обычные как бы не особо куда-то уезжали то же самое что практически там ступина в подольске не сильно чем-то отличается я думаю пошутим по прикалываемся у нас на это все про все короче по времени сейчас время 36 сразу нас поезд обратно москву поэтому сами считаете сколько времени мы что проведем ну а если вы это уже видите я уже в москве или еще в каком другом городе поехали косяк красно-белые здесь есть тоже но мне почему-то бы столь понравился больше потому что не акцент ниже поэтому вот как-то так открывать на мордашку я не буду дабы вы насладили все-таки атмосфера того где я нахожусь скажу так мне охуенно фартит сорян мат мне офигенно это фартит на погоду потому что когда мы ехали в питер нам обещали там грозы ливни когда я ехал сюда мне тоже обещали грозы ливни когда мы уже подъезжали кирославлю а тут тоже уже ливень во всю керачил но тем не менее если вы можете заметить здесь в принципе очень даже солнечно конечно и душно зря я брал кофту хотя учитывая что нам еще всю ночь гулять может быть и не зря удивительно но в этом городе я встретил на одной только улице небольшой 2 за небольшой промежуток всего 2 целых 2 алкогольных магазина но ни одного продуктового или супермаркета а нет был какой-то дешманский дикстик это который вообще просто невозможно было смотреть на что он блин он ужасен он такой маленький что просто капец возможно это связано с тем что рядом вокзал и это центр поэтому как-то так я принципе наметился маршрут уже знаю куда сейчас пойду у меня спасли в этом плане онлайн карты потому что власть оффлайном я затупил я как всегда человек косяк я не умудрился не собрать никакой инфо об этом городе поэтому собирать ее буду по ходу копаясь в интернете в периодически встава вставочку я буду все-таки рассказывать а может быть потом уже когда приеду не наверстать бош палеты ой прибивай палеты и нормально почти решетка вообще клёво блин такие маленькие дворы охренеть блин тут чем-то меня напоминает что это напоминает это мне напоминать а слушайте кажется вспомнил что это напоминает был я как-то в павловском посаде все-таки из-за заряда вечер офигительных истории от лиса но улицами это делать офигительные истории но мы еще жалуемся на наши дороги тротуара посмотрите вот на это это капец это просто треш блин минус кеды немножко намокли блин вот как как люди тут живут в таком строчевники вот я понять не могу у нас блин маленькая лужца на сайте все уже давай сразу писать в правую какого хрена вау вот тут люди живут прикиньте чем там новостройка рядом по дворе клёво тут походил побродил а перед нами в принципе ничего особенного просто мост через волгу сейчас до него дойду и сниму его ну чуть более крупным планом он только вблизи если чуть-чуть вот так отойти то в принципе видно что ничего особенного просто мост просто стал бы просто красиво ну и два кораблика прикольных даже не кораблики как они называются блин я забыл как они называются в общем ладно пойдем поближе посмотрим что там интересного очень большая река на самом деле волга кто не был советую в общем мост этот называть юбилейный построен он еще по заказу правительства российской федерации администрации в сентябре 2006 года вот так вот да вот это но поближе красиво такой большой мостик мы его не будем потому что я не смогу биться да и принципе меня нет навыков да и боюсь а высоты пойдем поговорим что ли по этому самому берегу и дойдем наверно как раз до каких-то там красот где-то там ближе к центру должны быть они собственно памятный знак установлен в створе строительства моста в створе видимо в створе через реку волгу вот как то так на такой вот памятный знак таким вот красивичным мостом над такой красивой рекой но я в принципе давно говорил что я неудачник но никогда не думал что настолько в общем спустившись с мостами я ждал разочарования помимо памятного знака и небольшой херовины около берега я встретил отсутствие прохода в принципе вдоль реки до той стороны поэтому нам придется либо тук 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 на ту сторону либо тук тук обратно и там садится на какой-то транспорт и чисто честно я бы с удовольствием сидел бы просто отдохнуть но шеи так с трех часов таскаюсь время уже семь четыре часа и на ногах хер значит делать в общем я пока подумаю там какая-то заброшенная херовина типа баржа но там мы не пройдем потому что вон там не перепрыгнуть ужас короче эти друзья мои что может быть прикольнее самого города но точнее прождение 4 часа по нему из вот вот такой вот вид намного прикольнее вот с таким вот печку бой мои грязные кеды ну да они грязные помыть и к сожалению то негде все ладно я немножко отдохнул как раз поставить телефон зарядку скоро продолжим напоминаю вам друзья мои что употребление спиртных напитков в общественных местах лечет за собой штраф размере от 500 до полторы тысячи рублей а употребление их вообще в общем будет стоить вам жизни да то есть в общем да не пейте лучшим хава кишао всем приятного 50 нам не видно ни хера но это тоже заброшка чем видимо какая-то совсем древняя видимо жилой дом был когда-то ну блин я обещал заброшку еще нашел а дело в том что завязать на особо сегодня к не будем потому что во первых я как бы на балластью чуть-чуть то снять не изменения на пустых руках и в принципе руфить или залезать куда-либо не собирался но блин же тут нихера не видно в общем я положу фотки короче так вы ничего не увидите собственно ли вся то меня нифига не видно а в принципе это нормальное явление потому что видно самая прекрасная автовик может быть это мост каков-то мост или дреку волгу который я снимаю будете в ходе virtus pro на блин чё несу короче в общем где на этом заканчиваем наверно потому что ночью тут нихера не видно так как у меня тупо блин только телефон но бля царя на 5 минут а в общем прекрасный лис наверно лис видит по курсу крышу только не знает зайти на нее можно или нельзя если есть проход там появляется лис и собственно заходит на эту крышу если она там действительно есть а нет нет прохода облом для лис подождите стопа 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 не нет это было дерево собака хотел ругнуться не получилось как всегда я же умею ругаться от этого дела но при великом сожалению я не видно ваша фотка замочки тут да блин что ж такое-то нихрена ж не видно блин ужасная камера просто капец хоть стрим проводить донать на новую да когда-то друзья мои во времена ссср ц вышка что-то значило судя по тому что находится на ней часы и она в принципе выглядит не как новство какого-то современного поколения но в данный момент это является вообще не знаю это какая-то вышка но она с лесенкой все дела то есть можно на нее подняться но рядом с ней находится кафе и в общем я не знаю в общем я узнаю я потом запишу что это такое находится рядом с речным вокзалом ну давай давай фокусируй даже уж такое-то не хочет фокусироваться иди в жопу так и говорит серьезно ну ну хотя бы вокзал нет нет снова нет в общем ребят ну как то так я тут как всегда разливал себе вискарик в стаканчик и наконец увидел интересный да что ж такое то да блин да хватит в общем вы меня поняли будет немножко размазано в общем оказывается вот эта вот светящаяся полосочка до этой вышки это мост на который в принципе может зайти любой и сейчас мы с вами туда отправимся абсолютно верно абсолютно верно с вами и вот я вот сейчас сюда пойду и мы посмотрим на волгу с высоты да хрена знает сколько высоты короче блин увидите все все друзья мы тут вот он этот шпиль вот этой башни ну вот они часы и лесенка и кстати заметьте на фоне уже вовсю светает нет это не темнеет это уже светает хотя может темнее может и белка расселись стало светлее но тем не менее мы с вами находимся на этом самом мосту там свадьба пожелаем счастья молодым ну я не буду кричать и орать и тому подобное они только что запускали шарики все дела что у нас тут у нас стоят теплоходы здесь у нас второй берег в Волге и вон там дальше тупо темнота все блин будет зашибись как-то писказание ой ну в общем что-то я попутал слегка в общем да я нахожусь по другой стороне этой херни поэтому я как бы продолжаю отдыхать время уже 12 часов ночи и мы наслаждаемся видом на на ванильное небо на ванильное небо на ванильное небо теперь мы летаем подлетай ко мне теперь мы летим а то страшно мне мы летаем спокойно заснуть а то мне придется тебя не волнуй ебануть 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 длинный как ветер он сильный как слов не красивый идеальность это правильный ебануть ебануть ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА